Лето – период отпусков. И сегодня, чтобы отдохнуть и интересно провести время, не обязательно далеко выезжать из города. Чем заняться в Муравленко и куда сходить? Советы горожан на любую погоду. Муравленко – прекрасный город для размеренной жизни с детьми. Так говорят многие жители. Каждый год здесь появляются новые площадки, которые нравятся и маленьким, и взрослым. Каково у вас любимое место в Муравленко? Площадка Уазис, стадион, сквер. Ну, я думаю, практично. Это детская площадка. Более 500 миллионов людей в мире сегодня предпочитают езду на велосипеде. Вот уже третий век она не теряет своей популярности. Муравленковцы тоже очень любят кататься на двухколесных авто. Спортивные и прогулочные, большие и маленькие, классические и электрические. Велосипеды – довольно частое явление в Муравленко. Но давайте узнаем у жителей нашего города, почему они выбирают данный вид транспорта. Во-первых, это с помощью велосипеда я могу быстро ехать и добираться до нужного местного назначения. Во-вторых, он мне нравится. Если мне жарко, я могу просто поехать в день или просто кататься. Это для физического развития, так, для души. И просто интересно на свежем воздухе покататься. Вот с сыном катаемся. В этом году научился, поэтому пытаемся как-то всегда выходить в такую погоду. Я каждый день катаюсь на велосипеде. Быстрее добираюсь до точки, к которой мне надо доехать. Меньше времени теряю. Ну и вообще классно, прикольно кататься. На велосипедах можно быстрее доехать и не тратить так много сил, чтобы доехать куда-то. Любители спокойного отдыха могут отправиться на природу. Прогулки на свежем воздухе снижают стресс, улучшают сон и восстанавливают энергию. Ямальский лес и Муравленковская сопка будто созданы для экотуризма, неспешных прогулок и загородного отдыха. Здесь царят атмосфера спокойствия и уединения. Излюбленные места отдыха муравленковцев, парк-месторождение и многочисленные скверы города. Можно сходить на озеро, если соблюдать правила там, и недалеко уходить, не уплывать за бульки. Также можно проводить время в аллеях или в парке. Можно гулять в компании друзей, можно кататься на велосипедах, самокатах и всяких таких средств. Также еще можно записаться или ходить в лагерь пришкольники. Там тоже весело. А еще пришкольные лагеря – отличная возможность для детей провести время весело и с пользой. Концерты, конкурсы, игровые программы, экскурсии, квесты и танцы. Программа третьей смены лагеря на базе первой школы не менее насыщена, чем предыдущие. Смена у нас по девизам «Создавай, вдохновляй». Это одно из российских движений школьников. Ребята будут раскрываться на полной смене творчески. Мы считаем, что в каждом из наших детей лежит огромный потенциал, который можно раскрыть. Смена будет наполнена и танцами, и творческими номерами. Если в жаркую погоду вы скучаете по зимним видам развлечений, и здесь есть решение. Коньки – прекрасная альтернатива роликам, когда на улице жарко, но хочется охладиться. Если начать заниматься фигурным катанием для себя, перешагнув детские годы, то поехать на Олимпиаду, увы, не получится. Но плюсов все равно множество. Как минимум, хорошая физическая форма, координация, красивые и уверенные движения на льду. Мы сегодня приходили, тренировались кататься на коньках и были в эстафете. Это полезно для здоровья. Это то же самое, что и равновесие, когда ты, например, будешь ходить по тоненькой дорожке. В Муравленко каждый может найти занятия по душе и провести лето в родном городе по-настоящему незабываемо и интересно. Татьяна Максимова, Велина Хамзяева, Антон Иванов, Руслан Шиньязов. Новости Муравленко. Новости Муравленко. Новости Миног개